Ля Минор Владимир Утесов Парижа до Нью-Йорка А потом летим в Москву В Шереметьево родной Про тебя я вновь пою Я работаю пилотом Самолет второй мой дом Здесь такие стюардессы Не оставишь на поток В Шереметьево метео передает Над столицей погода чудесная ждет Словно в море огни Это блики Москвы На посадку идем Пристегните ремни Вылетим за облаками Благодать и пихна Но в душе плохой погоды Не бывает никогда Самолет как птица в небе Я в Америку лечу От Парижа до Нью-Йорка А потом назад в Москву В Шереметьево метео передает Над столицей погода чудесная ждет Словно в море огни Это блики Москвы На посадку идем Пристегните ремни Шереметьево метео передает Над столицей погода чудесная ждет Словно в море огни Это блики Москвы На посадку идем Пристегните ремни Самолет как воля птица Тают крылья в вышине Воля, воля, воля снится Каждой ночью снится мне Шереметьево родное Не забуду никогда Ведь Москва моя столица Здесь бегут Мои года Шереметьево метео передает Над столицей погода чудесная ждет Словно в море огни Это блики Москвы На посадку идем Пристегните ремни Шереметьево метео передает Над столицей погода Над столицей погода прекрасная ждет Словно в море огни Это блики Москвы На посадку идем Пристегните ремни Шереметьево метео передает Над столицей погода прекрасная ждет Словно в море огни Это блики Москвы На посадку идем Пристегните ремни Пристегните ремни Пристегните ремни Пристегните ремни Я предлагаю вам звонить нам в студию И имейте в виду, что телефоны вы видите у себя на экранах Владимир, еще раз приветствую вас Добрый вечер, Александр Очень приятно вас видеть в нашей студии Добрый вечер У нас домашняя обстановка Вроде бы осень, да? Вот первый день такой настоящей осени Закончилась бабье лето А с вашим приходом в нашей студии Эта бабье лето продолжилась И прекрасная погода Несмотря на то, что сегодня все-таки Шереметьево отменило все рейсы в Грузию И знаете, оказались пророческими слова Владимира Семеновича Высоцкого О том, что в Тбилиси там все ясно Там тепло, там чай растет Но нам туда не надо Поняли у нас, что нам туда не надо Отменили все рейсы Вот, хотя, честно говоря Немного грустно Потому что, когда самолеты летают Когда люди общаются Наверное, это самое главное Как вы считаете? Я считаю, что дружба, человеческое Общение – это самое главное В нашей жизни, людской жизни Вот поэтому я считаю, что Произошло, конечно, не очень радует нас всех Не то, что русских Я думаю, грузин То есть театр разыгранный Который, он никому не нужен Простым людям Поэтому, конечно, осадок небольшой все-таки есть Да, сегодня вот, например, я узнал Оказывается, что казино «Кристалл» в Москве Тоже вот как-то оказалось Каким-то боком там Контролировали люди Причастные, да, к этой стране Но, да, а до этого мы не знали Мы ничего не знали И самолеты летали И все было нормально Но мне кажется, что все это Явление временное Потому что Вы родом из той страны Где люди жили В любви В дружбе Дарили друг другу Тепло и улыбки То, что мы будем Сегодня дарить нашим телезрителям Совершенно правильно Вы говорите Вот, и мы будем сегодня петь много песен Песни зажигательные Автор которых Владимир Утесов Сегодня с нами Ну и, конечно, как же можно обойтись без вопроса Да, и внешний ваш облик И взгляд И все говорит о том, что Ну, наверняка, не случайно Наш сегодняшний гость Имеет отношение к этой легендарной фамилии Наверное, ну, может быть Самой известной фамилией Эстрадной фамилией В России В Советском Союзе Я прав? Я не ошибаюсь? Совершенно вы правы Полностью Вот, тогда Я думаю, что мы проясним Немножко Мы заинтригуем Наших телезрителей И свет мы прольем Чуть позже Вот А я просто расскажу Что Владимир Утесов Из семьи Сплошь Одни Заслуженные артисты Заслуженная артистка России Мама Которая была И балетмейстером И в данный момент Также преподает Преподаватель И Отец Заслуженный артист Композитор Народник Вот И Я думаю, что Владимир Вам нужно Эту эстафетную палочку Перенять У своих родителей Продолжить И углубить Да Ну, а мы продолжим Наше выступление С большим удовольствием Как сейчас Еще заряд есть Заряд есть У меня еще Ровно на полтора часа После этого Он станет еще Мощнее Ну и прекрасно Дорогие телезрители У нас сегодня Весело Солнечно В студии По-настоящему Потому что У нас в гостях Такой замечательный музыкант Владимир Утесов Наша жизнь Как река Широка Глубока Протекают Года От звонка До звонка Протекли Как вода Так года Не беда Есть во всем Свой резон Пока светит Звезда И спасибо Друзьям Что за этим Столом Есть что спеть Что сказать Есть закуска С вином Есть болитва В душе Обращенная Темная К вам И еще Кое-что Не подвластно Словам Сколько Было Всего Да что было Прошло Отпечатки Шагов Их Совсем Завело Есть семья Есть друзья С вами Вера Моя Значит Краешком Счастья Коснулось Меня И спасибо Друзьям Что за Этим Столом Есть что спеть Что сказать Есть закуска С вином Есть молитва В душе Обращенная К вам И еще Кое-что Не подвластно Словам Красивые Любимые Дорогие Дорогие Жизнь такая Одна Нам судьбою Дана Только Птицею Серой Не должна Быть Она Всех Ошибок Не счесть Наперед Не прочесть Так Подымем Бокалы За Таких Как Мы Есть И Спасибо Друзьям Что за Этим Столом Есть Что спеть Что сказать Есть Закуска С вином Есть Молитва В душе Обращенная К вам И еще Кое-что Не подвластно Словам Есть Молитва Душей Обращенная К вам И еще Кое-что Не подвластно Словам Спасибо Друзьям Уже Все Кто смотрит Нашу Передачу Подследовали Вашему Совету И Налили То Что Нужно И Приготовили На своих Столах Потому что Сегодня У нас Праздник А человек Который Создает Этот Праздник Это Вы Вот Чувствуется Праздничное Настроение Праздник Вечный У настоящих Артистов Я считаю Никто не Унывает Живут Все надеждами И праздником То есть Такая Установка Дается Себе В жизни И поэтому Артист Существует Владимир Ну все Таки Давайте Прольем Свет На То Что Наверняка Мы уже Заинтриговали Наших Телезрителей И История Вашей Фамилии Вот Какое Отношение Она имеет К Замечательному Артисту Леонидовичу Утесову Каким Боком В Вухшую Кстати Было Много Программ И на ОРТ Несколько Программ Там где Я рассказывал Эта тема Просто еще Замечательным Нашим Родственникам Как я сказал Иммигрантам Кто живет В далеких странах Нашим Сотечественникам Может Тучи не знают И все Это уже 45 лет Я являюсь Внуком Леонидовичу Тесу Вот И поэтому Как бы Для меня Это Не ново И для Для моих Всех Друзей Кто Это Знает Скажите Вы Встречались С ним Когда Нибудь При его Жизни Конечно Два Раза Встречался Два Раза Говорил Он вам Об этом О чем Ну Тайну Вашу В то время Еще он не говорил Просто встречались Мы с родителями Приезжали Когда Воронежский Хор Приезжал В Москву Вот тогда Отец С мамой С моей Ездили К нему К Леонидовичу Тесу Попили Чайку Тортиком Мне подарил Подарок Небольшой До сих пор Какой подарок Мне подарил Мишку Какое Ощущение У вас Осталось Потому что Такие встречи Не могут пройти Незамеченными Да Это вот встречи Из разряда тех Которые остаются Потом впечатления Остаются на всю жизнь Даже Несмотря на то Что вы тогда были Малого возраста И не могли Даже не догадывались О каких-то Взаимоотношениях Да Тайнах Ну вот Ощущение От этого человека Знаете В те времена Как бы говорится Когда я был еще маленьким Я не осознавал Что такое вот Есть человек звездный Как вот сейчас говорят Звезда Я тогда не ощущал Потому что Мне никто это Не прививал Родителей И все Я знал Что есть хорошие музыканты Есть плохие музыканты Есть эстрадные Есть джазовые Есть какие-то там Классические музыканты И поэтому Как говорится Особого внимания Не обращал Единственное Что запомнилось Какую-то вот обаятельность Когда вот мы сидели Пили чай Обаятельность Какой-то юмор Острый какой-то Какие-то вот Интересные Смешные анекдоты Тогда еще не знал Что это анекдот Как бы какие-то Притчи что ли Смешные такие Вот мне очень понравилось Как бы Я запомнил Об этом помнил Много лет И до сих пор помню Как говорится Это дело такое Редкое очень И тем более родственное Да Ну Леонид Тович Был король песни Эстрадная Давайте Да Отдадим Должно ему Нашей Следующей песне Да Следующей песне Конечно Мне хотелось Посвятить Всем женщинам Всем женщинам Русским женщинам И не только Украинским Еврейским Грузинским Грузинским Которые в конце концов За что-то Армянским женщинам Да Всем женщинам Бывшего СНГ А также тех Кто находится Русскоязычное население Которые находятся За рубежом Хочется сделать так Чтобы женщины Всегда Любили мужчин Не просто так А любили за то Что они мужчины Получали цветы Каждый день Радовались То что они Женщины А для них Мужчины будут Всегда Стараться И ради них Кстати Женщин И живут Настоящие мужчины Вот песню Хочу посвятить Всем женщинам Нашего земного шара Для вас Дорогие женщины Поет Владимир Утесов Я сам не знаю До сих пор За что мне это Право слова Но я живу теперь Как вон Укравший счастье У другого Она мне даже не жена Но перед ней Я в ответе Все потому что мне Она Теперь дороже всех На свете Это женщина Это женщина Это женщина Которую Люблю Я очень Это женщина Которая Мне снится Ночью Это женщина Которая Глядит С тревогой И мольбой Это женщина Это женщина Которая Подобна Чуду Это женщина Которую Я помнить Буду Это женщина Которой Никогда Не стать Моей Судьбой Дождь Барабанит За стеклом А мне В такую ночь Не спится Я был Нечейным Журавлем Она В чужой Руке Синицы Она Мне Даже Не Жена Что Будет Дальше Не Сказала Но На Судьбе Моей Она Свой Узелочек Завязала Это Женщина Которую Люблю Я Очень Это Женщина Которая Мне Снится Ночью Это Женщина Которая Глядит С тревогой И Мольбой Это Женщина Которая Подобна Чуду Это Женщина Которую Я Помнить Буду Это Женщина Которой Никогда Не Стать Моей Судьбой Женщина Которая Она Мне Даже Нежина Она Но Где Найти Слова И Силы Чтобы Поверила Она И От Меня Не Уходила Это Женщина Которую Люблю Я Очень Это Женщина Которая Мне Снится Ночью Это Женщина Которая Глядит С тревогой И Мольбой И Мольбой Это Женщина Которая Подобна Чуду Это Женщина Которую Я Помнить Буду Это Женщина Которой Никогда Не Стать Моей Судьбой Это Женщина Владимир После Такой Романтичной Песни Я думаю Что Просто Нельзя Не Представить Ваших Очаровательных Помощниц Которые Одновременно Являются И вашим Бэк Вокалом И Балетом Да Это Замечательная Группа Я считаю В России Мои Любимые Самые Девушки Замечательно Талантливые И певицы И танцовщицы Вот Главное Они Самые Добрые Добрые Мои Близкие Друзья И люди Человеки Этот Дуэт Называется Две Алены Потому что Действительно Это две Алены С которыми Я работаю И буду продолжать Работать И без них Как бы Тяжело Мне делать Что-то Хорошее На сцене Я Вспоминаю Предыдущие Наши Передачи У нас Гостем Был Владимир Петрович Пресняков И он Рассказывал О том Как его 14-летнего Мальчика Напутствовал На Большую Эстраду Ему Так сказать Дал путевку В жизнь Леонидович Рассказ был Очень интересный Заканчивалось Тем Что Леонидович Сказал Немного Слов Он был Немногословен Он Сказал Только Три Слова Куда Нужно Идти Потому что Маленький Вова 14-летний Сидел На том Стуле На котором Обычно Леонид Точь Садился Перед выходом На сцену И когда Он его Спросил Ты кто Я Вова Пресняков Мне разрешили Руководить Ансамбля Разрешил Посидеть Послушать Я написал Саксофон Он ему Тогда сказал Пошел И он Пошел В большую Эстраду По большой Дороге Вот К чему Я это Рассказываю Этот Случай Анекдот Да Но Все равно Нас Когда-то Кто-то Напутствует Пусть это Шутливое Напутствие Кто Напутствовал Вас Кто Вас Вывел На большую Сцену Вы знаете Скорее всего Это мои родители Все таки Потому что С самого детства Мы на колесах Мне брались Еще с двухлетнего возраста Мы ездили по гастролям Объездили весь Советский Союз Воронежский хор Вот работали родители Воронежском хоре Поэтому С детства Был приучен К имена К народной песне К русской народной песне Тем более Тетушка моя Маникола Мордасова То есть Она пела Чистушки Когда она зажигала Мне как раз Это впечатляло И я даже Еще Учась в военном училище Пел Чистушки Мордасовой Голосом Голосом Таким детским Но Очень зажигательным Мы обязательно Поговорим Про Марию Мордасову Потому что Это Совершенно Она была уникальной Исполнительницей Русских народных Чистушек Кстати Об этом жанре Который тоже Отчасти является Жанром шансона Русского шансона Потому что Это народное творчество А сейчас Я предлагаю Нам посмотреть Видео И немножко Отдохнуть Большим удовольствием Опа! Кто не любит гитару Тот не любит друзей Друг мой верный и старый Понемногу налей И на этой гитаре Нет ни рок и ни джаз Я сегодня в ударе Я сыграю для вас Я сыграю для вас Гитарный звон Цыганский рай Поставил жизнь Свою на год Гитарный звон Цыганский рай Играй, мой друг Играй, играй Играй, мой друг Играй, играй Играй, мой друг Играй Так звучит та гитара Серебрится струна И нет дна у бокала Все я выпью до дна Замолчала гитара А порвалась струна Друг мой верный и старый Все я выпил до дна Все я выпил до дна Гитарный звон Цыганский рай Поставил жизнь Свою на год Гитарный звон Цыганский рай Играй, мой друг Играй, играй Играй, мой друг Играй, играй Играй, мой друг Играй Гитарный звон Гитарный звон, цыганский рай Поставил жизнь свою на год Гитарный звон, цыганский рай Играй, мой друг, играй, играй Гитарный звон, цыганский рай Поставил жизнь свою на год Гитарный звон, цыганский рай Играй, мой друг, играй, играй Играй, мой друг, играй, играй Играй, мой друг, играй У нас сегодня в гостях замечательный музыкант Владимир Утесов Кстати, племянник еще одной легендарной актрисы, певицы Знаменитая исполнительница русских народных частушек Марии Мордасовой Вы помните встречи со своей тетушкой? Кстати, тетушка, моя мама, бабушка и тетушка, они меня воспитывали Ну, естественно, вместе с моим отцом воспитывали Потому что у тетушки детей своих не было, у Мордасовой Я ее как бы наследник и творчества являюсь Вот мой отец, и я, естественно И поэтому я помню ее буквально с рождения моего И до конца вот ее дней Семь лет назад она вот умерла вот в Воронеже в городе Наконец-то в прошлом году открылся музей Мордасовой в Воронеже Как раз мой отец его пробивал, все это делал Воронеж — это родина Владимира? Да, это... Воронежская область? Воронеж, да, это мой любимый город Воронеж Да, так вот как в вашей памяти, ваше воспоминание, какой она была? Ну, в памяти была такая, что редкий человек таких я, в принципе, мало видел за свою жизнь И тем более сейчас таких людей мало Во-первых, открытая, она была самобытная Изначально она была, отличалась от всех Она была в своем измерении у нее свой был мир, добрый, такой душевный мир И она с гостями так, с близкими относилась, так со всеми сослуживцами, как говорится Она была человеком редким Особенно нравилось, как она делала вот селедку под шубой Когда приходили домой, она кормила рябины на коньяке Ее единственное, специально ее доставали, привозили домой И она угощала самых близких людей рябины на коньяке И тут же она показывала свои частушки Частушки пели за столом? Конечно, она тут же вот что-то такое вот Мыслика, когда придет и начинает топать Танцевать прямо вот за столом И так это было интересно, все смотрели с такими глазами Интересно, она собирала частушки или она сама сочиняла? Вы знаете, часть она ездила по областям, когда у нее было время И собирала, допустим, какие-то прибаски, кто-то там рассказывает В каких-то селах какой-то области, там Орловской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой Она собирала и делала, рихтовала Часть песен у нее полностью свои, она полностью сочиняла То есть очень редкий самобытный человек, она отличалась от многих Ведь Чим, русская частушка, это уникальный национальный жанр Который сохраняет и впитывает в себя колорит и натуру русского народа И там самая главная изюминка, это такие словечки Которые всегда, частушка не может быть без перчинки, без острого словца Наверняка тогда это не запикивалось за столами Конечно, я помню, когда Мордасова выступала с шарским хором Приходили люди в разных городах, в разных уголках земного шара Куда она ездила выступать и все Приходили посмотреть и помолиться, как на Бога Люди молились в то время же, у нас атеизм был развит в Советском Союзе И на нее молились, как на Бога, чтобы послушать, как она начнет Все плакали, танцевали, что нечто было, шоу, таких шоу сейчас никто не устраивает Кстати, для шоу нужно было два баяниста и она Никаких прожекторов, никаких декораций, ничего И люди чувствовали себя гораздо, ну, как сказать, более потребны, что ли, в настоящем искусстве Чем вот это сейчас бывает, бутафория это Да, что такой скромный антураж с баянистом С двумя баянистами И с гармонистом, да? Он стоил, может быть, нескольких многомиллионных шоу То, что сейчас делается, да, конечно Потому что, да, потому что душа русского народа, вот, видимо, она ее очень хорошо чувствовала и понимала Ну что ж, тогда споем еще А давай такую не частушечку, а хочется исполнить такую песню, веселушку Ну вот, как говорится, все мы всегда за бараночкой, не в том плане, что и бараночки кушали мы, и сидели за рулем всегда И все люди являются прекрасными автомобилистами, и девчонки мои любимые, и вы, Александр И поэтому хочется для всех телезрителей еще исполнить веселую песню И давайте, если кто сидит утром, кушает что-то, пьет, давайте оставим кофе и немножечко порулим И подготовимся к поездке на работу Тем более, как говорили в Советском Союзе, что мы все за одним рулем Конечно Мы говорим Поехали, родные мои, поехали На-на-на-на-на-най От дороги убегают в небеса Отбиваясь, как четыре колеса Остановки, повороты, виражи Руль держи Обжигают светом фары глаза И нога невольно жмет на тормозах Я дороги отдал дни и года Навсегда А я бараночку-баранку кручу День и ночь на пролет А я бараночку-баранку кручу В гололед А я бараночку-баранку кручу И пою А я бараночку-баранку кручу Жизнь свою А гаишник на посту очень рад Превышает, начальник виноват А погнал не так, где нужно, я не прав Значит, штраф У него, наверное, тоже семья Он дорогу любит так же, как и я И, конечно, я ему заплачу Так хочу А я бараночку-баранку кручу День и ночь на пролет А я бараночку-баранку кручу В гололед А я бараночку-баранку кручу И пою А я бараночку-баранку кручу Жизнь свою На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Дороги не найти, чтоб попутиться, попалась веселей, всех милей. А я бараночку-баранку кручу, день и ночь напролет. А я бараночку-баранку кручу, в головолёк. А я бараночку-баранку кручу и пою. А я бараночку-баранку кручу, жизнь свою. А я бараночку-баранку кручу, день и ночь напролет. А я бараночку-баранку кручу, в головолёк. А я бараночку-баранку кручу и пою. А я бараночку-баранку брючу В жизнь свою На-на-на-най 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 На-на-най На-на-на-най На-на-най На-на-на Хорошо Эта программа к нам приехала У нас сегодня в гостях человек праздник Владимир Утесов Владимир, ну а как давно вы все-таки начали писать? Я вспомнил, это было в 6 лет, нет, в 7 лет это было Я сочинил похоронный марш, это я учился в музыкальной школе Это, кстати, хорошее предзаменование Кстати, я думаю, что снится, когда могила, значит, будешь долго жить И когда свадьба встречает похороны, тоже говорят Да, 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 и дождь и мывает, когда дорожку тоже Значит, вот так вот Это было с 7 лет было Но это был не марш Шопена, нет? Нет, это был очень похожий, но была тональность ля бемоль минор Ля, какая жалость, я думал ля минор Нет, это было рядом Когда же вышел ваш первый альбом, когда вы записали свои первые произведения? Знаете, я не буду раскрывать, есть секреты, думаю, это раскроется гораздо позже Я еще 20 лет назад, вернее, 15 лет назад выпускал альбом Такой был, музыка такая была, ну, можно сказать, танцевальная какая-то, такая, что же нравилось А шансоновский альбом я вот записал первый, это в 98-м году В 98-м году был первый альбом Вот, назывался он еще «Белые березы» Вот, потом вышел второй, третий, четвертый, пятый Вот сейчас ждем, когда выйдет шестой На подходе, как название альбома? Который сейчас будет выходить? Я думаю, лучшие песни То есть это будет сборник? Это будет сборник, да, с лучшими песнями уже, скопившимися за это время Как часто, Владимир, приходится выступать с вашими песнями? И как вас встречает публика? Вы знаете, Александр, выступать приходится по-разному То есть бывает, что, как говорят, когда густо, когда пусто То есть бывают периоды, когда ты отдыхаешь там неделю-две Бывает, что ты занят каждый день по два раза, там должен куда-то ехать, съездить там что-то там попеть хоть немножко и все По стране пришлось поездить? Ну, бывало, да, там, от Камчатки до Украины, да Всю страну исколесили гастроли? Ну, родители исколесили, а я еще, как говорится, поколесить, может быть, еще придется, может быть Я надеюсь, что это будет обязательно Ну, отдохнули немножко И я просто хочу, чтобы сегодня побольше песен прозвучало Чтобы все, что мы запланировали в нас Хочется сказать просто пару слов предисловия к следующей песне Такая веселая песня получилась Все пели, и дедушка мой пел, и многие, мои дорогие, любимые исполнители шансонские Пели песни о море, начиная там еще от Розенбаума, Александра, Михаила Захаровича Шупутинского, Анатолия Я думаю, еще раньше Леони точно пел о море Я же говорю, что в первую очередь, я думаю, я не буду писать вообще про море И вот люди, когда приезжают, говорят, Володя, сделай какую-нибудь свою песню Ну, своего происхождения о море Есть какая-нибудь песня, там, про деда что-нибудь, про Одессу и все Вот, я думал, думал, думал и решил так, что нужно сделать песню своего происхождения Вот, совместно эта песня написана с автором, с моим, с поэтом Сергеем Губановым Музыку я написал Вот, и, как бы говорится, песня такая, что под нее всегда не просто люди слушают и танцуют И всегда пьют и наливают почему-то А, Владимир, море черное песня? Ах, море черное Ах, море черное Ах, море черное, вот И поэтому, я думаю, будет, если очень всем интересно, давайте ее послушаем, может быть И за нее нальем просто Почему говорю, те, кто не находится на нашей, в нашей стране, находятся за рубежом Все-таки, какого бы океана ни был, тихий, ледовитый, атлантический океан Лучше Черного моря и по целебности, и по лечебности, и по душевности не найти Я отвечаю за свои слова Честно вам говорю Поэтому, лучшее море, я считаю, для всех русских, это море черное А я такие песни называю локтевыми Знаете почему? Потому что рука тянется к стакану И правый локоть идет вверх Давайте, песню Ах, море черное Лето жарко и пьянит, и морской прибой манит Ах, море черное Ах, море черное Ах, море море пенное И кружит мою голову от легкого вида И звучит незде шансон, в Сочи бархатый сезон Дай, 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 дай Льется музыка и в ночь позовет Венеры дочь Что не женщина, то рай, если любишь, выбирай Вот шикарные деньки, где ни грусти, ни тоски Ах, море море черное, ах, море море пенное Качает лодки, лодочки, соленая волна Ах, море море черное, ах, море море пенное И кружит мою голову от легкого льда Пошла жара на пляже, родители мои Ходит в море корабли от земли и до земли Дай, 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 дай Замедляет теплоход, у причала быстрый ход Дай, 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 дай Тянет пиву от жары, я не буду до зимы Дай, 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 дай Расставаться не хочу и домой не полечу Дай, 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 дай Ах, море море черное, ах, море море пенное Качает лодки, лодочки, соленая волна Ах, море море черное, ах, море море пенное И кружит мою голову от легкого вина Ах, море море черное, ах, море море пенное Качает лодки, лодочки, соленая волна Ах, море море черное, ах, море море пенное И кружит мою голову от легкого вина И кружит мою голову от легкого вина Все вместе! Дай, 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 дай очень захотелось на черное море с девчонками приглашаю летом я знаете владимир о чем подумал вот сидят две совершенно очаровательные девушки алены я вот подумал а как вы их имена алена и алена вот как я на эту тему вспомнил анекдот как различать когда одинаковые имена женщина ее мать героиня ее награждают значит у нее 10 там или 11 сыновей и корреспондент спрашивает скажите вот сколько у вас точно детей он говорит 11 мальчики девочки как он говорит ну зачем у меня все пацаны вот все 11 человек замечательно прямо футбольная команда ну а как кого зовут он говорит ну вы знаете я чтобы не сильно париться я всех иванами назвала подождите а как же вы их различаете по именам это очень просто по отчеству замечательно поэтому я вот спрашиваю наверное тоже по отчеству я думаю что без отчества я знаю что у вас прошлом году была очень интересная поездка в америку с чем была связана эта поездка вы выступали перед русскоязычной публикой и какие у вас были ощущения каких городах вы были знаете мы ездили вот феврале позапрошлого года как раз прошло уже полтора года вот мы ездили там выступали мы шести городах в основном нью-йорке это был концерт миллениуме потом в чикаго мы были там то есть двух местах выступали в клевленде ветройте как бы такой вот объезды вот этот вот в восточная восточная и средняя часть было там насколько 14 концертов было не было 14 концертов вот принципе очень понравилось то что публиками на русская публика очень дружная особенно украинская публика в чикаго то есть я скажем так вы сольными концертами вы знаете выступать или были кто-то вначале была солянка начали была солянка там несколько человек ездила из шансона вот еще было три человека вот а потом мы как говорится я остался там еще было несколько у меня сольных таких концертов как говорится все прошло проехала вот сейчас как говорится хотел поехать вот тоже вот но не суждено потому что как бы по времени на учили вас или на программу к нам приехал и пришлось отменить поездку это перусь и еще просто мы не могли бы то что у меня родилась дочка и спустя два месяца у аленышки старше родилась также доченька мои четыре месяца и два месяца если поэтому как говорится сейчас главное да это главное сейчас вот воспитание владимир мы вас поздравляем искренне от всей души от всей нашей многомиллионной аудитории действительно нас смотрит очень много зрителей дай бог чтобы она росла счастливой и чтобы пошла по стопам своих родителей своих выдающихся родителей и скорее всего другого пути невозможно найти как ее зовут елизавета лизочка лизочка елизавета владимировна ну что ж желаем ей в жизни чтобы у нее было всегда весна в душе следующую песню хочу посвятить всем молодым мамам кто рожает и парнишек и дочек песня называется весна всем молодым мамам всего мира кто знает русский язык только кто знает посвящается сколько раз я говорил себе стоять невозможно в жизни все предугадать я сегодня при деньгах и я король ну а завтра я покинул дом родной в этой жизни у меня есть только ты воплощение надежды и мечты если сможешь подожди и я приду вот увидишь и с делами завяжу я так хочу чтоб ты меня ждала я так хочу чтоб мне сына родила и чтоб весна опять была весна как первый раз ты помнишь как тогда ты почаще дорогая мне пиши про любовь свою дотой от души взял ответ я в ответ тебе черпу лишь пару строк очень жду когда закончится мой срок время самый лучший лекарь ты поверь стану я другим ты знай и твердо вери а пока моя родная не скучай жди меня и я вернусь ты так и знай я так хочу чтоб ты меня ждала я так хочу чтоб мне сына родила и и чтоб весна опять была весна как первый раз ты помнишь как тогда так первый раз ты помнишь как тогда Я так хочу, чтоб ты меня ждала Я так хочу, чтоб меня сына родила И чтоб весна всегда была весна Как первый раз ты помнишь, как когда Я так хочу, чтоб ты меня ждала Я так хочу, чтоб мне сына родила И чтоб весна опять была весна Как первый раз ты помнишь, как когда Я так хочу, чтоб ты меня ждала Я так хочу, чтоб мне сына родила И что весна? Опять была весна, как первый раз Ты помнишь, как тогда, ты помнишь, как тогда Ты помнишь, как тогда Ты помнишь, как тогда Ты помнишь Ты помнишь У нас сегодня в гостях Владимир Утесов Я не представляю Вот как этому человеку Удается сохранять такую Сумасшедшую энергию Посмотрите, как он Отдается Как он выкладывается, когда поет для вас Ведь это По-настоящему это вживую Я думаю, что никогда Владимир не использовал фонограмму Просто не умеет Наверняка под фонограмму петь Наступит время Дело в том, что он существует, потому что есть шоу-бизнес Вы знаете, всем уважаемый шоу-бизнес Такой он существует у нас в России Какой есть, такой есть Здесь ничего плохого нет Что касается того, что многие петь не могут К сожалению, это факт налицо По большому счету Люди не профессионалы, как раньше были Персоналы эстрадные Сейчас мало таких людей Им желательно учиться И будет все впереди А то, что запрещают петь Может быть, живьем Это такой есть факт Налицо запрещают петь, потому что не готова И оборудование залов, акустика, там съемки Когда особенно вот такие Съемки — это отдельная история Мастерство, не столь мастерство подачи голоса Сколько душа, с которой артист выходит на сцену И если ему есть что сказать То это видно И зрителя не обманешь Совершенно верно Я предлагаю посмотреть нам видео И немножко отдохнуть Потому что у меня душа болит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому ПОДПИСЬ! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ништяк, браток, что мы живем на свете Ништяк, браток, что есть у нас любовь Ништяк, браток, что мы уже не дети Ништяк, браток, что нам тепло зимой Ништяк, браток, что стали мы мудрее Ништяк, браток, что годы нипочем Ништяк, браток, что мы уже сидеем Ништяк, браток, но мы еще споем Мы ищем для души покоя И сердцу хочется тепла Мы знаем, что это такое Ништяк, браток, такие вот дела Ништяк, браток, забыть про все обиды Ништяк, браток, не помнится о плохом Ништяк, браток, не повторять ошибок Ништяк, браток, нам петь с тобой вдвоем Ништяк, браток, не видеть боль разлуки Ништяк, браток, не потерять друзей Ништяк, браток, не помереть со скуки Ништяк, браток, пить пиво и портфель Мы ищем для души покоя И сердцу хочется тепла Мы знаем, что это такое Ништяк, браток, такие вот дела Ништяк, браток, что мы живем на свете Ништяк, браток, что есть у нас любовь Ништяк, браток, что мы уже не дети Ништяк, браток, что нам тепло зимой Мы ищем для души покоя И сердцу хочется тепла Мы знаем, что это такое Ништяк, браток, такие вот дела Мы ищем для души покоя И сердцу хочется тепла Мы знаем, что это такое Ништяк, браток, такие вот дела Владимир, я обратил внимание Когда вы поете, вы еще танцуете такой козырный шансонный степ Имеется такое иногда Да, учились стать степом Честное слово, вот, хочу, вот, моя ближайшая задача, кажется, научиться танцевать степ А вот я чувствую, что у вас, вот, вся энергия для степового артиста Но мне хочется степ сделать, а пока не получается Поэтому я не пытаюсь сделать степ, а просто делаю топотушки, как в частушках Вот тетушка делала, я вот парочку топотушек прохожу и, как говорится, успокаиваюсь Потом очень непросто, я хочу обратить ваше внимание И петь, и одновременно так танцевать живьем Я знаю многих наших звезд, которые Реальное звукоизвлечение, которое шло во время их танца на микрофон Потом многие могли слышать в интернете, что получалось из этого А здесь замечательная песня Я предлагаю спеть следующую песню Следующую песню хочу посвятить всем нашим эмигрантам, которые живут сейчас в других странах Русским, в душе русским людям, которые сейчас говорят на разных языках Но в душе они остались русскими Вот, я думаю, что текст песни и смысл, они поймут, я думаю, что действительно что-то они прочувствуют Песня называется «Последний корабль» Песня называется «Последний корабль» Окончен бал, и догорели свечи Я к образам напрасно преподал Все умолял, чтоб не кончался вечер Ну, а Господь меня не услыхал Прощайте, господа, российская элита Храни вас Бог от пули Нет козырей И наша карта бита Имею честь И вот моя рука Последний корабль Вот-вот отойдет Последний корабль Последний корабль Последний корабль С Россией простится И надо же было Такому случиться Последний корабль Вот-вот отойдет Последний корабль Меня забирает Последний корабль Назад не придет Он эту страну Навсегда покидает Среди берез Среди полей России Нам суждено И исчезнуть без следа Как кораблю Пушующий стихии Где за бортом Где за бортом Где за бортом Но всех одна Пинта Последний корабль Вот-вот отойдет Последний корабль Меня заберет Последний корабль С Россией простится И надо же было Такому случиться Последний корабль Последний корабль И надо же было Такому случиться И надо же было Такому случиться Владимир Утесов Эта программа К нам приехала На телеканале Ля Минор Сегодня у нас в гостях Я бы так сказал Абсолютно солнечный Романтик Русского шансона Владимир Утесов В конце концов Романтика Вещь Которая Вмещает себя Такое понятие Как крылья Вот Когда Владимир поет Мне кажется Что Существует Где-то душа У которой Расправляются крылья Я думаю Что это Не просто так А не случайно Потому что Вы же летали Владимир Да Я бывший авиатор Летал Так же На самолетах На военных Майор запаса Интересно Что ближе Небо или море Что ближе Для вас Вы знаете И небо люблю И море люблю А это вот Это удел романтика Прямо бы с неба Прямо попасть бы в море И с моря взлететь И в облака Это удел романтика А Все таки Вот кто вам Близок Из Романтиков Нашего времени Если говорить О шансоне Или вообще О нашей лирической песне Знаете Как сказать Много есть романтиков В наше время Именно лирической песни И поэтов Именно Вы имеете Поэтов И музыкантов Вот из поэтов Я бы отметил Вот и Михаила Танича В первую очередь Потому что Редкий у него Слог такой Настолько душевности Что поражаешься Иногда Совершенно Согласен Александр Вулых Есть такой Поэт Известный Ну о нем Не будем Сегодня Нет Потому что Это не потому что Вы Александр Рядом А потому что Ваши песни Так же Исторические Для нашего Времени И уже Поэтому Как говорится Что правда То правда Здесь абсолютно Нет Еще хочется Отметить Вот моего Друга Не потому что Он друг Ни в коем случае А потому что Он пишет Такую поэзию Вы просто Просто он Не печатается Нигде Вот он сейчас Вот поет Кстати вчера Он был у вас Программом Александр Акатов Тверской Вот Он замечательный Поэт Ну можно Пречисать Много еще Самобытных поэтов И известных И совсем неизвестных Много еще Талантов Много на Руси На нашей Матышке Вдохновение Не оставляло Не оставляло вас И чтобы крылья Которые Ваша душа Имеет Потому что Без этого Невозможно Творить Невозможно Выступать Невозможно Отдавать Свою любовь Свою энергию Зрители И крылья работали И вернее крылья махали И пропеллер работал Да Вот за это Дорогие друзья Я предлагаю вам выпить Потому что я думаю Что вы делаете То что То что нужно Делать В программе Гостю Которого Которой Является Владимир А мы Сейчас Поем еще одну песню Хочется только предисловие Такое небольшое сказать Что как говорится Шансон Он многогранен То есть как вот раньше было Так шансон узкий Был слишком узкий Два направления всего лишь было там Тюрьма Вышла из тюрьмы То есть вот два было В принципе Что говорить Греха таить Сейчас шансон он расширился То есть появилось много уже И авторов И исполнителей Ну что таить Вот взять даже нашу классику Как мы говорим шансоны Вот Михаил Захарович Шафутинский Там вот Илья Штокарев Какой там Это нормальные песни И бытового плана И душевные Там высокоэстрадные песни Вот сейчас к этому Все это подходит Кстати Вот уже последние годы Вот Но не надо Давайте Владимир У нас я просто очень полнуюсь Не надо забывать Время Что шансон Так же является Песней Песней драматической То есть Это драматическая пьеса Драматическое Какое-то произведение Я хочу исполнить Как говорят На закуску Да Песня посвященная Песня посвященная Бывка на языке Григорию По кличке Муха Гражданин судья Эх ты невиновен я Не хотел я его стрелять Он меня просил Не хватило сил Другу лучшему Отказать У меня побег Я один в тайге Десять дней Ничего не жрал Встретил я его Друга своего На проталине Он лежал Встретил я его Друга своего На проталине Он лежал Он меня узнал Только простонал Убедившись Что не обман Но почти что нет Тонкий как скелет Он в медвежий Попал капкан Но почти что нет Тонкий как скелет Он в медвежий Попал капкан На тебя взвалив Я его тащил Верс двенадцать Верс двенадцать плутал В ночи А кругом тайга Кедры до снега Всюду холодно Хоть тречи Гражданин судья Не виновен я Не хотел я его стрелять Он меня просил Не хватило сил Другу лучшему Отказать Он меня просил Не хватило сил Другу лучшему Отказать Он меня просил Чтоб его убил Да утрам Не дотянув Он просил Убей Друга пожалей Завалю я Вину свою Он просил Убей Друга пожалей Завалю я Вину в раю Я двухстволку взял Ствол Жиган загнал И не глядя Нажал Курот И прервался стон Сразу умер Он Я смотреть На него не мог Гражданин судья Эх да Не виновен я Ведь не я Живо Убивал Мне как никого Стало жаль его Слишком страшно Он умирал Мне как никого Стало жаль его Слишком долго Он Умирал Это Владимир Утесов Спасибо за участие в нашей программе. Всего вам доброго!